Почему ребенок боится оставаться в комнате и дома один – подробная инструкция для родителей. Ваши действия должны быть направлены на корректировку собственного поведения и помощь маленькому члену семьи безболезненно справиться со страхом. Из представленных рекомендаций составьте индивидуальный план мероприятий по нейтрализации испуга, сообразно с особенностями вашей семьи и ребенка. Если вас волнует, почему ребенок боится оставаться в комнате и дома один, очень важно разобраться в причинах подобного состояния. В зависимости от возраста малыша, подберите подходящий способ выявления источника тревожности. Причины возникновения страха Детские страхи – распространенное явление, основанное на незрелости психики ребенка. Если вы обнаружили у своего малыша повышенную тревожность при оставлении дома одного, не игнорируйте эту проблему, обязательно найдите причину и помогите ему преодолеть фобию. Почему ребенок боится оставаться дома один? Разбираемся в причинах – запугивание детей родителями. Даже невзначай оброненная вами фраза про бабайку, которая укусит за плохое поведение или отказ от пищи, может запомниться ребенку. Надолго и мучить его – внимание. Помните, у детей очень развито воображение, поэтому будьте осторожны в своих словах. Страх потерять маму с папой может присутствовать у особо чувствительных детей, сильно привязанных к своим родителям, перенесенной. Стресс в школе или во дворе с друзьями, испуг может сформироваться вследствие участия или увиденного пожара, аварии, потопа и других чрезвычайных ситуаций как в реальности, так и по телевизору, важно. Для сохранения психического здоровья малыша ограничьте просмотр телевизионных передач, игр в телефоне и компьютере. Заболевания нервной системы, пережитые психологические травмы от значительных, насилия, до бытовых, укус животного, страшные. Сны – актуальная статья, ребенку снятся кошмары и GT, и GT, и GT – подмигивающее лицо, выяснить какая именно причина вызывает страх у малыша можно. При помощи, беседы, рисования и лепки, игры. Иногда достаточно теплой доверительной беседы, чтобы понять, почему ребенок боится оставаться один в комнате. Возможно, ваше чадо слишком застенчиво или не может адекватно объяснить словами, чего он боится. Попробуйте надежный метод рисования или лепки. Попросите ребенка изобразить то, что его пугает. Важным условием является – не вмешиваться в творческий процесс. Когда будет готово, вместе с малышом разорвите или сломайте предмет, разъясняя при этом ему, что таким образом мы уничтожили сам страх. Если первые два способа не помогут, попробуйте смоделировать похожую ситуацию в игре, в которой дети легко выражают свои эмоции, страхи. Выяснив причину фобии, для начала попробуйте самостоятельно избавиться от нее, не вовлекая посторонних людей, чтобы не смущать сына или дочь чужими лицами. Если источник страха серьезный, например, насилие, или вы сделали все, что могли со своей стороны, то смело обращайтесь к профессиональной помощи. Возрастные особенности страха Проблема, связанная с боязнью детей оставаться дома без родителей, не может возникнуть в период младшего возраста, в силу того, что разумная мама никогда не оставит малыша одного. Важно! Пробовать оставлять ребенка одного начинайте только после шесть-летнего возраста, а возможно и позже, учитывая индивидуальные особенности. Готовность остаться одному малыш может выразить и в пять лет, не игнорируйте его желание, воспользуйтесь шансом. Дети все разные, у одних навык к самостоятельности созревает раньше, у других – позже. Этот возраст характерен сформировавшимися представлениями о безопасности, ребенок уже отличает своих от чужих, начните оставлять. С минимального времени, наблюдая за его состоянием, но не злоупотребляйте, помните, умеренность и постепенность стоят на первом месте. Если ребенок в восемь лет боится оставаться один, несмотря на то, что он уже достаточно большой, не стоит кричать, позорить, называть трусом. Для начала, разберитесь в проблеме. В таком возрасте дети уже самостоятельны и любой страх должен насторожить вас. Предложите ему завести питомца, за которого малыш будет нести ответственность. Забота о животных поможет малышу переключиться со своих проблем на нужды более беззащитного существа и не заметить вашего временного отсутствия. Ребенок будет воспринимать себя более взрослым, раз ему доверили жизнь и здоровье маленького друга. Если это не поможет, попробуйте рекомендации, изложенные дальше. Советы психолога, как справиться. Детским страхом любого возраста относитесь со всем вниманием и серьезностью. Не закрывайте глаза на проблему, не считайте ее капризом, а обязательно побеседуйте с малышом, пытаясь выяснить причину тревожности. Возможно, проговорив свое затруднение, ваш ребенок уже преодолеет часть своего испуга. Убедите его, что непременно поможете справиться с возникшей сложностью. Если ваш ребенок боится оставаться один, что делать в такой ситуации? Для начала попробуйте оставлять на 15-20 минут, постепенно прибавляя время, обязательно расскажите малышу, куда и зачем вы уходите. Когда вернетесь, а также о возможных задержках. Обговорите время звонка и тактику его поведения при условии опоздания родителей, дайте ребенку интересное задание на время вашего отсутствия, почитать любимую книгу, поиграть во что-то увлекательное, не обсуждайте страхи малыша в его присутствии с близкими. И знакомыми, обеспечьте ребенка телефоном, научив его пользоваться им. Это поможет всегда поддерживать связь, и чадо не будет ощущать себя покинутым, возвращаясь домой, прихватите для малыша маленький. Подарок или сладость, так у ребенка появится уверенность, что его помнят и любят, перед тем, как уходить, непременно проведите инструктаж, и не один раз. По правилам поведения, дверь никому не открывать, спичками не играть, научите пользоваться бытовой техникой, газом, электричеством. Объясните, как действовать в случае пожара, потопа, стуков в дверь, снабдите телефонами экстренных служб, расскажите, как справляться. Замками, домофоном, чтобы он сам мог закрыться или открыться в случае необходимости, оградите от просмотра криминала, боевиков, федеральных новостей. Неокрепшая чувствительная психика детей очень страдает от обилия ужасов, транслируемых по телевидению, не оставляйте малыша в темное время суток, а еще хуже, на ночь. Попросите кого-нибудь присмотреть за ним в то время, пока вас не будет дома, не устраивайте ссор, драк, громкого выяснения отношений при своем ребенке. Это только усугубит его состояние, при страхе смерти, важно объяснить ребенку, что и в этом случае, жизнь человеческая продолжается, только в другом виде. Важно, на время своего отсутствия обеспечьте безопасность ребенка дома и внушите ему, что нет основания бояться находиться в квартире одному. Больше всего малыша пугает неизвестность. Если вы снабдите его всей необходимой информацией и нужными предметами, разъясните, как правильно действовать в различных ситуациях, страх может уйти сам. Ситуация, когда ребенок боится оставаться без мамы характерна больше для детей младшего возраста. Примерно с трех лет нормально развитый малыш вполне способен находиться некоторое время без родителей. Если вы заметили патологическую привязанность чада к маме, причем доходящую до абсурда, не дает выйти в другую комнату или туалет. Здесь возможны две причины сложившегося положения. Мама слишком тревожна за малыша, не доверяет его близким людям, внутренне. Считает, что другие хуже заботятся о его нуждах. Ребенок реагирует на подобное состояние матери и прилепляется к ней еще больше, особенности склада психики маленького человечка. Чрезвычайно подвержены привязанности к матери дети-меланхолики, с ранимой и возбудимой нервной организацией, читайте статью «Воспитание». Ребенка-меланхолика и GT, и GT, и GT подмигивающее лицо. Дети с другим типом темперамента тоже могут бояться потерять маму из вида. В этом случае, скорее всего, в малыша не вложили базовое чувство доверия к миру и окружающим. Привязка к маме у детей, как правило, с возрастом проходит, но при условии правильного поведения родителей и знания особенностей развития вашего чада. Когда ребенок в семь лет боится оставаться один в квартире или комнате, попробуйте для начала ласково и спокойно поговорить с ним, пытаясь выяснить причину. Если малыш поделится с вами, то внушайте ему, что оснований для страха нет. Беседы должны стать регулярными, дети – доверчивый народ, для большинства из них родители имеют авторитет, поэтому со временем вы обязательно справитесь со сложностью. Внимание! Никогда не оставляйте ребенка одного, против его желания или в наказание – это страшный удар по психическому здоровью. Уделяя достаточное время своему малышу, проводя с ним регулярные беседы, узнавая о его чувствах, переживаниях, вы будете заранее осведомлены о страхах ребенка, и, соответственно, у вас будет возможность вовремя принять меры по решению проблемы. Как заставить ребенка слушаться? Как правильно гулять с ребенком?